Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы начинаем играть в Эквест Редвар за полярных медведей. Вышло недавно обновление, и по тому, что я слышал, вроде как должно быть здесь прикольно, я буквально ничего не знаю о их пути. Как видите, по фокусам только какие-то вот здесь скрытые фокусы. С одной стороны, прикольно, что мы скоро что-то новенького увидим, с другой стороны, я не знаю, к чему мне готовиться, и как, когда у меня что будет происходить. Тем не менее, должно быть интересно. У нас достаточно уникальная раса, по-моему, здесь нигде больше медведей-то и нету. У нас уникальные бафы, у нас уникальные медвежьи исследования к ним, мы чуть позже пойдем. В общем-то, достаточно интересно. Так что, мы сейчас их изучать, будем проходить. Если вдруг тут впервые, то обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. Поехали. Начинаем мы с ежегодного обзора. Пол десятилетия, что мы тут были по защите Павла Великтона, мы продвигаемся к современности. Окей, это нам надо, потому что у нас реально очень много проблем. У нас тут неграмотность, у нас тут с индустриализацией беды, у нас нету науки никакой. Мы еще платим за винтовки к грифонам, у нас тут кланы между собой воюют. Куча дебафов вот отсюда, кстати говоря. А у нас еще соследование проблем у нас с изгоем имеются. Ну, у нас есть очень жесткие бафы на дивизии, и я, в общем-то, посмотрел немножко и... Да, на самом деле мы соберемся много бафов. И, господи, сколько здесь лорных вот этих вот ивентик, я вам их пооткрываю, но зачитывать я их, конечно же, не буду по классике. Вообще, мне кажется, что создатели вдохновлялись каким-то, не знаю, ТНО-Кайзершизой. Потому что, если посмотреть на еще одну строну, которую они сделали здесь, то, ну, блин, это просто классическая древофокусовка ТНО-Кайзершиза. Явно, явно они начали как-то делать все не так, как делали до этого. И мне это не очень нравится. Раньше, наверное, было лучше, когда они свой стиль какой-то везде выдерживали, но, может быть, и неплохо. Так, еще один клан, это повелители гнома. Грома, гнома, ну, в принципе, гномы, может, они тоже повелевают. Вот, и их пингвины, консерваторы-реакционеры. Они медленно принимают всякие перемены, короче говоря, ясно. И следующий, это, все говоря, гармонисты, забавно. Хотя, они жесткие воители. Ну, вот ведь, а, вот, короче, они были жесткими воителями, но стали, уже стали желать гармонии. Профессиональянс, еще тут какие-то демократы, видимо. Тут есть какие-то совы медведи. Ясно. Короче говоря, трость-весейс какой-то. И еще один, двоеначальники. Короче, это клан воинов, грубо говоря. В целом, они маленькие, но вместе нормально. Окей. Следующий клан. Ого. Они как раз-таки одержимы магией, модернизацией. И они хотели... И они сосьюзничали с чейнджлингами. Вот оно, что было. То есть, это, короче говоря, предатель. За этих мы, наверное, играть не будем. Есть какие-то лишенные. Смотрите-ка. То есть, медведи без клана. Я вам реально рассказываю сейчас очень важный медвежий лор. Тут, как бы, серьезные вещи, ребят. Точнее, это не дома, не культура, ясно. Я тут еще обозрел наших генералов. У нас тут есть гвечат медведь, есть какая-то мелкая мишка, медведь коммунизма. И реально скрытая имба, очевидно, мишка. Очевидно, что именно он должен возглавлять нашу армию. Возможно, мы потом его сделаем фельмаршал. Но пока что... Нет, пока что у нас здесь есть бардис плюс, паташи, у которого отличные статы, отличные перки. Мы его и сделаем. Но генерала я себе уже определил. И сразу мы можем увидеть уникальные дивизии. Панзербьорны. Типа бронированные медведи. Если сравнивать их по статам, давайте-ка вот так вот сделаем. Здесь их чуть-чуть, конечно, побольше. Но в целом, по ощущению, у них прорыв больше. У них есть броня. У них их защиты, по-моему, больше. Просто мы не можем мальтифицировать ничего. Так что так прям не сравнить. И, ну вот да, защита 20. По ощущению, по ощущению, все-таки, да. Всех статов у них побольше. Но они, наверное, дороже. 1163 стоят против 43. Не так уж и дороже, на самом деле. Но есть. У нас небольшая промышленность. В общем-то, чисто минорчик. Но мы постараемся сделать, конечно же, империю полярных медведей. Я потратил очень много времени на то, чтобы все это показать. Потому что, блин, здесь реально все сделано достаточно забавно. И достаточно много у стороны каких-то уникальных бафов. Так, Пау, оцениваем у нас, что здесь происходит не так. Ничего не понятно. Следующий ивент тик ни о чем. Кстати, вот тут написано, что у нас большой линкор. И это правда. Линкор и называется. Мясник чейнджингов, как бы. Но, конечно, по статам, не знаю, у кого он может месить. Явно не плодчейнджингов, который на самом деле-то неплохой. Итак, ситуация с деньгами нашими. У нас закончились деньги. Да. Грустно, грустно. И просим финансовую поддержку других кланов. Минус 100 политики. Случит ужасно. Ивентика никакого нету. Просто просим. Можем сразу взять исследование. Военно-безнаселение, либо ТНП. Начнем мы, конечно, с исследований. Потому что здесь это самое важное. Особенно с нашими дебафами. А вот она. Кланы отказываются. Создать финансовую поддержку. В общем-то... Никто, никто не хочет. Но при этом наш ПАУ, он диктатор все еще. Да. Мы должны показать им никакие правоту. Сейчас, сейчас, сейчас поделятся, как бы. Тут мы их убедим. Итак, есть это. Давайте-ка теперь ТНП. Хотя у нас вряд ли что-то будет строиться. Но хотя бы одна фабрика может освободиться. После чего военно-безнаселение пойдет. И, блин. Нам предоставили пистцов, но... Самых плохих нам дали, видимо. И мы, наоборот, научная неудача. Минус 100 последований получается. Да. Ясно. Так, мы национализировали рыбные фермы. По ощущениям, у нас сейчас тоже... Как бы баф превратится в дебаф. Хотя, может и нет. Да, так и есть, так и есть. Короче говоря... Жизнь забанглующая сокладна. Уничтожены рыбные фермы. Наоборот, плюс 5 ТНП. Страна, страна становится все хуже и хуже. Итак, теперь мы пробуем сформировать единую армию полярных медведей. Всех под ружье. Так сказать, поставить из всех кланов. И... Получилась разобщенная армия. Материали мушкеты. Да. Да. В общем-то, никому не нравится наш деспот. И в итоге... Все просто перестали посылать, в принципе, медведей. И мы получили минус 0,5 военно-безонаселения. Все становится плохо для бедного Пау. Но, по крайней мере, с нами мишка. Этого генерала нас точно не передаст. И вот мы решаем последний вопрос. Вопрос об изгое. Итак, величайшая предательство. Смотрите-ка. Все... Все неправильно толковали приказы. В итоге раскол, в общем-то, еще увеличился. Нападение. Передательство. Да. Немножко демонстрация силы. О, изобретение истребителя. Смотрите-ка. Добавлю технологию. Прекрасно. Мы получили себе... Неплохое количество воздушных технологий. Потому что у нас по техам все отвратительно. Нам пригодится, хоть и не уверен, что мы сможем их строить в ближайшее время. И у нас тут выбор очень важный. Выгонять их. Точнее, принимать всех вообще изнанников. Либо лишь их часть. И суть в том, что... Если их совсем-совсем изгоняют, то значит, что они сделали что-то плохое. Можем их вернуть, но тогда мы потеряем союзника Свардпельца. И для вас я открыл. Это Пацарбьорны. Звучит, как будто это какой-то важный союзник. Я тут немножко посмотрел, какие там варианты есть. Есть интересные, есть скучные. Но мы выберем самый интересный. Да. Медведь коммунизма. Красный медведь. Знакомая история. Поэтому нам нужно вернуть назад всех медведей. Вот оно. Безумие. Новость распространяется молниеносно по нашей дикой земле. Без дорог и коммуникаций. Все с возмущением. Как-то так. Да. В общем-то, я спасу... Нет, что-то что. Я должна спасить их от безумия. И у нас восстает принцесса Эйра. Чтобы объединить полярных медведей, чтобы рот не поддался безумию вновь. Отлично. Это безумие. Нам тут немножко по дивизиям переделали. Сейчас их переспавнили, видимо, то, где мы и начинаем. Видите, здесь я вам расскажу. От зависимости от того, как клан у вас приходит класть. Вот таким вот образом из тех трех вариантов. Вы стартуете в немножко разных позициях. Мы стартуем вот здесь вот. Сейчас разрушение смерти. В общем-то, все отвратительно. Это новый путь для всех медведей. Близ стабильность, плюс политочка. Война из-за 3. Сейчас, кстати говоря, еще и сильный голод начался. На фоне всего. Ну, ужасно, ужасно, конечно же. Вот внутренние вопросы. Продолжает разгараться битвы. Сникла проблема. В общем-то, да. Кто-то хочет принимать всех знания, кто-то не хочет. И мы, конечно же, дадим восход нового поколения. Принимаем все, даже самые радикальные идеи. И вот оно. Приток добровольцев. Тут можно назначить себе советника Айсберга. Поддержкой коммунизма. Чего же не точно не пойдет плохого, если мы это сделаем? Он шпион. Студент, точнее. Что сверху написано, не знаю. Я читать плохо умею, я медведь. Идем дальше. Войну извне. Вединостроение гармонии. Но это пока. И мы направляем наш взгляд на север. В общем-то, технически вот отсюда выбираемся. И над нами тройственный союз. Так, вот они три. Ладно, объединились. Делали свои сравных. И что мы с ними делаем? Можем их захватить, а можем с ними договориться. Давайте, наверное, возьмем более быстрый фокус. И 14 дней мы их завоим. И вот оно. Уже поднажды побеждали их, но мы не можем повторить нашу атаку. Да, у нас нет численного преимущества. В общем-то, тяжеловато, тяжеловато. У них было больше медведей. Но к нам прибыли нануки. Наш отряд усилен. Мы потеряли ресурсы людские, но что поделать. А теперь у нас наши флаги над Весландией теряют. И устанавливаем фермы корнеплодов. Нам нужно кода избавляться. Иду народу в фабрике. А, гоновато. Существует говоря, здесь есть уникальные следования, которые я еще не показывал. Тут очень много естественных бафов. Но пока я их не следую, наверное, я их и не буду показывать. Дойдем до них, когда дойдем. Кстати, нет, наверное... Хотя... Вообще, наверное, так. Да, нам нужно концентрированное, потому что... Снаряжение не меняется, а нам в основном оно и нужно будет. А, ну и да, у нас производства, если что, нет. Потому что с минус 115 объема. Весело. Провем. И давайте занять рыбные места. И... Существитель Азберг, он точно нам поможет. Так, ледяные амбиции. Дали мало, их воображение было столь ограниченным. Ага. Так. Он что-то начинает работать, да? Министра транспорта. Скоро Азберг, как живут, куда более великие вещи, чем описание романов. Да. Скоро, скоро. Мы восстановляем охоту на тюленей. Мы решили проблему с голдом. Продолжаем двигаться вперед. Так, отдыхаем мы немножко. Будем открыть... Открывать свой путь для всех медведей, а не только для членов плана. Да. Будем всех медведях наставлять на истинный путь. Теперь давайте разберемся с севером. Все-таки сначала нужно именно ими заняться. Как бы чуть-чуть тузаться, так сказать, свои прикрыть. А то... Не прикрыты тузы, горе в семье. Вот они, они нашли давний брак. В общем, у нас была куча войн, но... Это мы смогли с ними справиться, наверное, или нет. Пока что нет, но сейчас сможем и... Ехали на бой. Вот она, битва на реке Раумфельм. Раумельф. Ладно. Исход-то виделся не сразу. Сражались они. В этот день изменились. Он принцесс вышел и смогал победить. Отлично. Успех вот лучшее проявление силы. Согласен. Новый эластелин Гросс. Это фокус разблокированного обучения дивизии и изменив шаблона. Это неплохо. Теперь занимаемся уже западом. Куда на западе? Куда там Пау Веллингтон возглавлял их? И нет, мы ударим им в сердце. Нам нужно как можно быстрее восстанавливать нашу Медвежью Империю. Медведи должны точно получить средства производства. Ага. Как-то рановато еще, да? И вот оно. Никаких компромиссов. Ни на самых обученных кланов. Но мы отправляемся. И вот наши флаги реют над Фарфиараном. Солицей. И мы становимся едины под стягом гармонии. Мы точно крайне гармонично со всеми разобрались. Потому что теперь тут в виде гармонии. И гармонично под нашим управлением. Вот она наша эра. Что ж, теперь у нас есть либо принципы гармонии, если мы договорились. Но, возможно, пони слишком утопично. Так что у нас твоя, так сказать, гармония, ребята. Да, это наш Медвежий путь гармонии. И происходит коронация. Реинвежий путь тут нет, а тут раскол все еще заебаться. Как-то чувствуется, что что-то недоделано. Пора приниматься за работу. Плюс объем, плюс производительность сверху, стабильность. В общем-то, достаточно неплохо, полезно. Чуть темпы мы сможем подразвить. И мы сразу идем в экономику, потому что здесь надо избавляться от вот этих вот дебафов. Индустриализация, научные базы. Нам нужно нашу науку бустить очень жестко. Еще я бы начал, может, какие-то рейды против нейтралов, пожалуй. У нас их немало. Надо, так сказать, разбираться с популярностью партии. И можно в том числе против превосходства. Поделать рейды по стабильности. Мы чуть-чуть это камбэкнем. В принципе, даже может небольшой плюс выйдем. А вот по популярностям выйдем как надо. У нас здесь есть дальше фокусы по промке. И я вот их сейчас бы и подделал. Как говоря, у нас здесь есть... Можем в золото инвестировать. Интересно. Но я бы построил все фабрики, потому что я не уверен, что эти бафы сохранятся, когда мы сменим наши фокусы. А это в один момент произойдет. Кстати говоря, мы называем это неукрощенное королевство. Чуть, конечно, невероятна. А еще у нас целая одна невероятная фабрика что-то может производить. О! Тут конфликт. Это как будто они попытались глобальные венты. Вот. Ножные, так называемые, сделать. Как-то скромненько. Ну, там в Аквиле успешная революция, кстати говоря. А здесь же... В... В... Сирия... А вот оно, да. Здесь Архонт. Это ясно. А вот чернерки на Оленью едут. Надеюсь, на этом они и зачилиться, потому что мы пока что не готовы с ними воевать. А вот и медвежные технологии. Давайте пройдемся по-быстрому. Берем мы здесь темпы исследований. Хочется их подбустить. Тут есть, смотрите, бафы для полевых госпиталей. Промышленности солидные очень бафы. Тоже небольшие промышленности, ресурсы. И здесь еще опять промышленность, хоть и не самые большие. Вот здесь вот самые большие бафы. Здесь уже военные бафы. Так, тут по холоду, по истощению, в общем-то. Здесь у нас плюс атака, отчаянная атака. Ну, средненькая. Здесь очень сильный баф на холмы, горы и лес. Крутые. Расход припасов, дальность сомжения. Супер сильные бафы. Приятные бафы. Здесь очень-очень тоже сильные бафы всей армии. И здесь опять-таки тоже приятные бафы по воздуху. То есть, как-то компенсировать можно то, что у нас нету такого количества воздуха. Это фокусы, точнее, исследования жопанцербьердов. Они, в принципе, тоже хорошо работают в холмах, горах и лесу. То есть, во всех основных проблемных территориях, в общем-то. Которых мы тут и будем встречать. В болотах, я думаю, здесь практически нету, кроме вот, наверное, этих территорий. Так что, очень-очень солидно. Дальше прорыв. Там была броня. Противотанковая атака, бронебойность. Чисто мишки с танковыми пушками на них. Новая броня панцербьердов. Понимаю, еще более мощная. Да, защита в два раза больше, прорывы в два раза больше. Брони почти в два раза больше. Бронебойность сверху. Можно стажить. Чуть-чуть всего подороже, но в целом очень солидно. Сверху еще 15% атаки и защиты. Я вам напомню, что это не элитные войска. То есть, их можно делать сколько душе угодно. Было лишь бы снаряжение. Ну и, конечно, люди. Точнее, медведи. У нас медведей не так много, на самом деле. Еще я, пожалуй, возьму вот это. Может, это плюс исследование промышленности и электроники. Мы здесь немало сейчас будем исследовать. Сейчас возьмем себе бафчик на плюсмен пауэр. На самое главное, прирост населения. Достаточно полезно, хоть и не сильно это много нам даст. А оленя стала марионеткой. Это грустно, но мы индустриализуемся. Будем догонять как-то ченджингов по их армии. И пока это думаете дальше, и, наверное, я пойду дальше, ячейки исследований слишком важна. Там, где в моде, в котором миллион исследований, и при этом минус куча исследований, темпа. А на нас готовят КБ пингвины? Черт возьми. Черт возьми пингвины. Но мы к этому готовы. Наш... Блин, а есть какой-то хэппидранкард, который как бы... Не, ну согласитесь, он подкупает. Видно, что это боец, который готов уничтожать, побеждать. С таким, как говорится, в переулке лучше не встречаться. Оставите у него все, что у вас только было с вами в карманах. Я думаю, он с пингвинами справится раз на раз. Непонятно, как они на нас собираются нападать, но там... По превосходству, так что, наверное, по фокусам. Ну да, вот оно, наверное. Они вот это, наверное, и делают. Наверное, объявят войну, хотя я не уверен в этом. Давайте-ка делаем еще одни анти-традиционалистические рейды. Нам нужно привести, так сказать, рабочих побыстрее к власти. И третьи ячейки под бафом исследуем все электронику, чтобы еще побыстрее вот это исправить. Да, нам объявили войну. О, русские пингвины. Они не знают, на кого они напали. Сейчас им покажем. Они к северине пробивают наших бронированных медведей. Было достаточно логично. Но сейчас мы им все научим. О, нам еще и готовы дать тут винтовочки. Это нам надо. Ну, давайте продолжим. Это все чудо прекрасное в следующей серии. Мы, я думаю, в следующей серии приведем к рабочей, так сказать, фабрикам. Вот это все. Но пока что еще рановато. Никто еще не должен знать, вы никому не рассказываете. Товарищ Айсберг верит в вас, председатель Айсберг. С вами был Добгай. Ожидательно оставляйте лайк, комментарий. Давайте про твич, дискорд. И до скорых встреч. Всем пока.